Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Состоятся спортивные курсы по боевым искусствам Армении «Айджампа» – заявление защитника прав человека Армении. Армения и Иран изучат возможности создания умного города совместными усилиями. После замены трубопровода в Мартунинском районе Арцаха более 4 тысяч жителей будут обеспечены питьевой водой. Фильм о геноциде против армян был номинирован на премию «Эмми». Монастырь Святого Товмаса в провинции Иван в Западной Армении разрушается. Адана Прожиг переосмыслил популярную песню «Гара Хисар». Одна из старейших винодельческих стран мира. Форбс о трудностях с которыми сталкиваются армянские виноделы. Уважаемые соотечественники, информируем вас, что первый тренировочно-спортивный курс армянского боевого искусства «Айджампа» состоится 1 июля в 11.00 в Ереванском офисе Западной Армении. Его проведет президент Западной Армении, председатель Национального совета Западной Армении, мастер боевых искусств Армении Арменак Абрамян. Наши территориальные потери усугубились, когда правительство не защищали право сельских жителей в приграничных спорах. Например, с 1918 по 1920 годы в составе Первой Республики, а затем до 1924 года в составе Советской Армении, была Армянская Барана, ныне Ноемберян Тавужской области. И правый участок площадью 1210, расположенный между селами Гаймаху в Азербайджане. Леса в этой области были густы, а пастбища были чрезвычайно подходящими для разведения крупного рогатого скота. Поэтому они не имели большого значения для сельских жителей. Они имели значение безопасности. Полная версия заявлений омбудсмена доступна на нашем сайте. 29 июня исполняющий обязанности министра экономики Ван Киропян принял делегацию во главе с вице-президентом по науке и технологиям, вице-президентом по политике и развитию Мехди Элиаси. Делегация прибыла в Армению для участия в армяно-иранском бизнес-форуме. Во встрече также принял участие заместитель посла Исламской республики Иран Али Мохаммад Мотаги. Члены делегации отметили, что в ходе конференции иранские компании проявили большую заинтересованность в развитии эффективного сотрудничества с армянской стороной в сферах промышленности, строительства, сельского хозяйства, продуктов питания, текстиля, фармацевтики и медицинского оборудования. Члены делегации предложили изучить возможности создания умного города совместными усилиями. В рамках армяно-иранского сотрудничества в области экономики осенью планируется провести бизнес-форум в Иране. После замены трубопровода в Мартунинском районе Арцаха более 4 тысяч жителей будут обеспечены питьевой водой. Как сообщает Армян Пресс, об этом сообщается в Минобороны Российской Федерации. Российские миротворцы контролируют режим прекращения огня. В целях обеспечения безопасности российских миротворцев в Мартунинском районе ведутся восстановительные работы по строительству водопровода для водоснабжения нескольких населенных пунктов. Сказали в Минобороны. Сразу на месте восстановительных работ российские сапёры осмотрели прилегающую территорию. Провели поиск заживоопасных предметов, после чего разрешили работу инженерной техники. Документальный фильм «Ан Йоганессян. Скрытая карта», посвященный геноциду против армян, был номинирован на премию Primetime Emmy Awards в трёх номинациях. Лучший документальный сценарий. Лучший рассказ. И лучший документальный фильм. Для съёмок этого фильма режиссёр из Лос-Анджелеса Ан Йоганессян проехал в Западную Армению. На родину её переживших геноцид предков. Встреча с шотландским учёным Стивеном Симом, который уже около 30 лет изучает историческую территорию Армении, вылилось в настоящее совместное расследование. По словам Ан Йоганессян, основной целью поездки были поиск церквей и городов, о которых рассказывали её бабушка и дедушка. Но во время поездки она обнаружила ещё кое-что. Скрытую карту, потерянные реликвии, нерассказанные истории, которые много лет хранились в секрете. Ан Йоганессян отметила, что Турция пытается стереть среды прошлого. Названия деревень были изменены, и на месте монастыря остались только руины. Премьера фильма «Скрытая карта» на американском телевидении была хорошо принята зрителями. И после четырёх успешных трансляций фильм был номинирован на главный приз кинопроизводства. Фильм «Ан Йоганессян» также был признан одним из самых престижных в списке номинантов премии «ЭМИ-2021». Победители премии «ЭМИ» будут объявлены в сентябре 2021 года. Армянский монастырь Святого Товмаса, имеющий тысячелетнюю историю и расположенный на берегу очаровательного своей красотой озера Ван, находится под угрозой разрушения из-за безразличия. Монастырь Святого Товмаса был построен в XI веке для сохранения мощей апостола Товмаса и расположен в районе Альтен-Сах провинции Ван-Геваш-Западной Армении. Монастырь расположен на высоте 2000 метров с вершины горы, выходит на озеро Ван и поражает зрителей своим великолепием. Залив Альтен-Сах, возле которого была построена церковь, известен как один из детственных уголков озера Ван. Монастырь известный своей историей, красотой и роскошью, который является одним из старейших построек Вана, сейчас заброшен. Несмотря на все призывы к восстановлению и сохранению, никаких действий предпринято не было. С одной стороны, монастырь, излюбленный кладоискателями, летом становится местом отдыха и укрытия животных. В километре к западу от монастыря, в 500 метрах от озера Ван, историческое армянское кладбище было разрушено в Вараме, как и монастырь. Рок-круппа Адана Проджект, развивающая старые и забытые армянские этнографические народные эстрадные песни, на этот раз сослалась на произведение Гара Хисар. Как сообщает Армен Пресс, видео на песню уже есть в интернете. Песня написана в память о Ван Пето, погибшем в 1896 году в ожесточенной битве с курдами у горы Гара Хисар, Западной Армении. Гара Хисар был потрясающим и неприступным городом-крепостью, который пал в июле 1915 года после длительного периода самообороны. Мы сделали видео под влиянием переживаний тяжелых дней 44-дневной войны в Арцахе. Такая старая песня, но новая боль, новая рана. Гара Хисар был потрясающим и неприступным городом-крепостью, который пал в июле 1915 года после длительного периода самообороны в годы геноцида против армян. Подавляющее большинство населения города, около 5000 человек, было убито. Форбс опубликовала статью о виноделии в Армении и о том, с какими трудностями сталкиваются виноделы в Армении, особенно в регионах, гранических с Азербайджаном. Автор статьи Кэтрин Тодд пишет о силе Бартован Тавужской области. Стрессы и нагрузки, с которыми они сталкиваются во время сбора урожая, могут серьезно отличаться в некоторых винодельческих районах Армении, избегая вражеских пуль при загрузке машины бутылками. Армянские виноделы преодолели многое, пали жертвами репрессий в советские времена. Оказались в состоянии неопределенности после распада Союза. А теперь оказались в зоне конфликта, где любой урожай может создать смертельную ситуацию, написала Тодд. Автор напоминает, что археологи обнаружили в Айотзоре древнейший цикл производства вина. Археологи обнаружили глиняные сосуды, чашки и остатки орудий для измельчения, ферментации и консервирования винограда. Они были сделаны в пещере под названием Арани-1. В Армении выращивают более 400 местных сортов винограда, говорится в статье. А далее для вас Адана Проект Карахисар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Полная версия видео доступна на официальном сайте государственного телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok